всем привет на моем канале это видео из рубрики модификаций моих модификаций я создал целый плейлист где все мои модификации мультитулов я буду соответственно загонять в этот плейлист значит я сегодня покажу конкретную модификацию это модификация мультитула pst именно та модификация которую я ношу с собой на работу то есть это для меня можно сказать мой edc мультитул значит фактически это что знаете среднее между pst 1 и pst 2 ну вернее это как бы и то и другое и со своими отличиями в чем она состоит значит у меня конечно вот было перед этим полноценное видео полноценный обзор модели pst 2 вот она перед этим я была полноценное серьезное видео с эволюцией со всеми интересными особенностями и фишками модели pst 1 значит обязательно посмотрите эти видео если до сих пор не смотрели в них такие собранные интересные важные такие аспекты ну я думаю тот кто смотрит мой канал значит интересуется этой тематикой значит обязательно должен их посмотреть вот но и получается ну в двух словах то есть там конечно полноценный обзор pst 2 вот у меня буквально недавно был но если конечно его лаконично так сказать укоротить то получится суть в том что в модели pst 1 было шило в модели pst 2 вместо него появились ножницы это фактически первый мультитул в истории как мультитула строения таки лизермана в частности потому что это еще винтажные который с ножницами появился но убрали они шило я об этом говорилось этого что вместо трех плоских отверток вот одна вот вторая вот третья то есть вот три от плоских отвертки они выбрали в жертву шила вот осталось получается три плоских отвертки так и осталось три плоских отвертки осталось но шило было выбрано в жертву вместо него поставили ножницы но и там со своими отличительными особенностью ножницы оказались первой идентификации довольно толстая не то что как сейчас более тонкая соответственно одного шила было мало убрать и они утончили вот эту среднюю отвертку она здесь более толстая в первом pst такая наравне по толщине с вот этой большой просто уже шлиц здесь же сделали более тонкой что знаете для нее более логично для такой средней отверточки вот ну конечно я еще двух словах напомню то не стрел это алмазный напильник с проточкой под рыболовные крючки булавки иголки заточкой это первый мультитул с алмазом и к тому же это уникальный мультитул с алмазом но внутренним напильником пилой по металлу а не как сейчас что этого его учат же наружные значит а с внутренными нету и ну и с полусеррейторным или клинком то есть тоже первый мультитул это так когда не плейновая заточка не полностью серрейторная серрейторная а частично вот ну получается вот как бы понимаете и в мультитуле хочется иметь и ножницы и шило я бы лично я бы принес в жертву одну из отверток плоских вот собственно в этом видео вы я и покажу эту модификацию это будет та модификация мультитула который я с собой ношу на работу львиное время конечно я там для разнообразия меняю ставлю ну беру с собой какие-то другие чтобы не так скучно было но это мультитул который выполняет основное количество моих задач соответственно раз мелькнула фанта она уже давно продается такая необычная и как-то у меня так повелось что возможно вот демонстрация какого-то сопутствующего продукта консервы водички будет некой фишкой канала беленькая это какая-то фанта шоката новинка еще перевертая свит новинка которая переворачивает мир и эти надпись не с головой ну да чувствуется тут разные лимон чувствуется вот он нарисованный мята наверное итак коробка запчастями берем ножницы берем ножницы так и к ним пружина у у меня есть ножницы и такие же как стоят в pst но проблема в том что я ее уже по моему в каком-то видео говорил но тот кто моему каналу подключился недавно и почему-то не смотрит старые видео то я объясню в чем основная суть ножниц помимо того что они то что они такие как типа трех рядные широкие не двух рядные как более современные в том что у них лапка вот это вот у нее про уши на находится в эту сторону а у современных ножниц вы видите в ту сторону это означает что я современные могу ставить по правому краю а старые ставить по левому краю почему по левому краю потому что вот эта лапка будучи находясь в pst она будет упираться в раму они такой широкий внутри он же довольно узенький компактный мультитул и поэтому далеко я эти ножницы не могу поставить из не могу поставить их крайними посредине не будут буквально первым или вторым инструментом от этого края и отсюда и возникает вот эти вот проблемы с установкой старых может чтобы превратить pst но сохранить pst 1 превратить в pst 2 но сохранить шило том что здесь стоит шило и вы видите она имеет вот такой скос который при сложении плоскогубцев вы видите это четко попадает в эту часть то есть плоскогубцы будучи в сложенном состоянии внутри мультитула находится между скошенной плоской отверткой и скошенным шилом вот с этой стороны они находятся в похожей ситуации между консервным и узенькой отверткой и отсюда вот возникает куча ограничений что если ставить эти ножницы то они могут быть либо первым либо вторым инструментом с этого края если старые ножницы pst ставить но получается с этой стороны берем одну раму вот эту здесь и не могу поставить то что здесь должен стоять клинок и шило понимаете я не могу шила поставить третьим не могу поставить крайне потому что здесь у него ровная часть и шило будучи установленная с краю не даст закрываться плоскогубца потому что у него срез по вот этой стороне а не по той поэтому вот эти две вещи обязаны быть потому правому краю переходим к этой половинке. Здесь у нас проблема вот с чем. Значит, соответственно, здесь у нас пила по всей длине и она должна здесь стоять. В общем, и консервный. В чем его проблема? Фактически такая же. Поскольку это консервная банка, то консервный должен быть самым левым инструментом. Самым левым. Понятно, да? Потому что он должен к банке прихватываться. Если он будет стоять вторым, он уже, ну, большинство банок уже может не захватывать. Поэтому он должен быть, если бы только разве что я был правшой, ой, левшой вернее, и, соответственно, я бы мог поставить его на другую сторону и левой рукой открывать. Вот. Но там тоже свои сложности. Левую это сюда, но здесь плоская имеет скос под плоскогубцы, а сюда тоже не могу поставить то, что тут на пилинг. Зачего? Судьба находиться только там. Получается, остается ножницы могут находиться только в этом ряду, но они будут упираться в пилу по металлу. То есть здесь я вот их и ставлю. Они, получается, накладываются на пилу и будет, ну, либо под ними вот эта вот штука, либо, либо, а куда крестовую девать? Она же толстая и тоже как бы граничит с пилой по металлу. То есть я не могу ее поставить третий. Потому что уже вот эта голова верхняя раздувшаяся упрется в напильник. Сюда ставить, там шило. То есть я не могу поставить сюда. Ну, в общем, понимаете, очень много сложностей. Я долго перебирал эти ситуации. Вот такая проблема с этим ПСТ первым при вращении в ПСТ второе. Только, вот знаете, как логически поставить вместо шила, либо вместо крестовой отверки. Вот. Но поскольку у нас есть ножницы от ПСТ, ой, ножницы более современные. Это от Вейва, Чарджа. То есть это ножницы этих двух моделей. И поскольку у нас здесь целых три отвертки, то я решил взять и принести в жертву одну из этих двух отверток. Причем можно выбрать, причем в жертву можно принести любую из них, но я выбираю та, что больше. Потому что совсем таким широким шлицем. Мне редко, когда встречаются винты. Вот. Это тоже достаточно широкая, достаточно крепкая. Вы видите, что толщины их сопоставимы. То есть по крепости они одинаковые. И то, что уже, то есть больше вероятность, что где-то она больше пригодится, чем с таким широким. Тем более жало, честно говоря, отличается по ширине, но не настолько много. Значит, в связи с этим мы сейчас и попробуем сделать такую модификацию. Значит, для того, чтобы разобрать, мне понадобится вот такие вот клипсы от KIKO модели. Я, наверное, сложу. Их нужно две. Одна будет держать с одной стороны, другой буду крутить с этой. Поскольку я уже эту процедуру проделал не единожды, то у меня уже тут нормально больших усилий не требуется. фиксатор я не заливал. И, кстати, по поводу фиксатора резьбы хочу сказать, что он редко, когда мне вот я его потом заливаю, даже раскручиваю мультитул, и потом опять по новой их собираю, я не заливаю фиксатор. Потому что редко, когда у меня разбалтывается. Так, вот мы раскрутили. Ну, чтобы полностью втулку не снимать. Хотя сразу скажу, что тут проблемы нет. В старых мультитулах не снимаем эту плоскую отвертку. И чтобы вы думали, что новые ножницы они четко по толщине, то есть это второе преимущество современных ножниц. Они четко по толщине с этой отверткой. Потому что вот эти ножницы, они уже не будут по толщине с отверткой, они ее будут толще. Если это будет видно. толщина, вот толщина. Настолько, насколько достаточно, чтобы не закрутилась рама. Вот. И, соответственно, мы берем ножницы с пружинкой, вставляя сюда. Ну, и как вы понимаете, что диаметр втулки абсолютно одинаковый. Значит, единственное надо... Так, чем вот у меня где-то тут такая есть кусок пружинки. Есть. Пропихнули. И теперь завинчиваем. Сначала рукой. Ну, а теперь более жестко клипсой. Подкрутим, насколько надо. Нормально. Туговато, но может... Может и... Нет, туговато. Чуть ослаблю. Длинок-то он длинный. Его можно еще поднимать достаточно свободно. Вот. Ну, и что вы думаете? Что у нас получается? Вот я его закрыл. Вот я его закрыл. Получается закрытый мультитул. Получается закрытый мультитул. Обычный ПСТ открываем. Эта рукоятка у меня без изменений. А в этой рукоятке вместо ножниц, ой, вместо большой отвертки, вот этой ненужной, лично мне, я, ну, по крайней мере, получается более классный инструмент ножницы. Они спокойно раскрываются, спокойно выжимаются и получаем вот такую вот вещь. Понимаете, что касается других инструментов от современных мультитулов, я хочу сразу это сказать, что тут будет проблема. Потому что, например, если ставить на природу, допустим, вы захотите часовой бетодержатель, вы его поставите, и он даже выжмется. Но штука в том, что у него будет угол, вы видите, из-за того, что не совпадает с, ну, вот этот, пружина, которая дает сверху на инструменты, ее расстояние до оси, получается у нас вот эти инструменты будут большим углом торчать. Это будет касаться отверток, клинков, и, понимаете, на них это будет видно. А на ножницах непонятно, что они должны быть вот так прямо или чуть-чуть вверх смотреть. Тут даже никакой роли не играет. То, что они вверх выглядят, даже удобнее резать, возможно. То есть, это можно только проделать чисто вот с ножницами. С остальными будет вот такой угол торчащий, чтобы вы понимали. Смотрите, спокойно закрывается, спокойно закрывается, спокойно открываем. Ну, остальные инструменты, это понятно, но вот ножницы раз, открыли, порезали, сложили, закрыли. Здорово? Здорово. Таким образом, мы получили мультитул, который фактически является ПСТ-шкой второй, но у которого есть еще и шило. И для меня это очень важный инструмент. Гораздо важнее вот той отвертки. Вот. Ну, кроме того, что, конечно, тут не алмаз и не полусеррейторный клинок. И от ПСТ-1 тоже отличается. Вот этот мультитул, если уже теперь, уже подводя итог, у меня является ходовым. Плоский, легкий, 150 грамм. Даже модифицированный. Хотя вот эта штука, может быть, даже и тяжелее за ножницы быть. Значит, ну да, тут толстая сталь. Может быть, соразмерный, там, на пару грамм плюс-минус, даже не знаю, в чью сторону. Вот. И получается, что у нас тут вообще с этим инструментом? Получается, клинок, шило, средняя отвертка, узкая отвертка, крестовая, консервный напильник. Ну, и плоскогубцы, понятно. То есть, смотрите, полнейший, замечательный набор. То есть, есть отвертка узенькая, там, для очков, для часов, для какой-то выколотка тоненькая. Есть просто средняя отвертка для каких-то плоских винтов. Есть шило, есть крестовая, глубокая такая, что в шахты, в колодцы залазит. Консервы открыть, понятно, ножницы. И напильничек, которым, в принципе, я уже постоянно говорю, использую как маникюр, для маникюра мужского. Но самое интересное, что у нас здесь все-таки есть насечка, и ей можно перепилить и дерево. Тяжело, сложно, но возможно. То есть, как бы, в случае чего, можно воспользоваться как вот такой вот тяжелый вариант. Ну, тем более, пластик, если там труба, и металл, в конце концов. Тут напильники такие довольно агрессивные, не то, что на современных, там, вейвах, чаржах, где такая уже такая менее выраженная насечка. Вот такая вот модификация от меня. То есть, фактически, берем PST, берем ножницы, выкидываем большую отвертку, и мы получаем замечательный мультитул. Вот назовите мне мультитул по функционалу из современных. Вот с таким вот крутым функционалом. Причем в таком компактнейшем корпусе. Компактнейшем. Рибара нету ножниц, он тяжелее, он шире. Понятно, что у него есть фиксация инструмента, у него плоскогубцы, но у него и вес. Здесь 150 грамм, а у того под 200 будет, 190, по-моему, грамм. Но там только пила по дереву есть. В качестве дополнительного бонуса. Потому что если убрать, ну, в общем, понятно. У меня модификация ребара тоже есть. Вот такая вот модификация. Все, в этом видео все. Надеюсь, вам это видео понравилось. Все, всем пока, всем до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok